Да, начнем. Начнем, наверное, со знакомства. Меня зовут Артем Шашков, я фронтенд-разработчик, работаю в компании Beagleon. Собственно, в самой IT-сфере я работаю уже, наверное, уже более 10 лет, то есть этим делом я занимаюсь чуть ли не со школьной скамьи. На данный момент я в Beagleon занимаюсь CRM, это система управления, собственно, в компании, где происходят основные наши бизнес-процессы, и там занимаюсь сейчас разработкой нового интерфейса для нашей, собственно, CRM. И сегодня хотел бы вам рассказать такой момент, как, собственно, сборка проекта для фронта. Я не буду вдаваться какие-то прям дебри, рассмотреть какие-то сложные варианты, то есть это начальные такие моменты, которые подойдутся как раз для новичков. То есть, когда вы, если вы только начинаете свой путь во фронте, пишите на JS какие-то скриптики еще, не замудренные, не думайте о реакции и прочих библиотеках и фреймворках. Хотелось бы, кстати, уточнить такой вопрос. Есть кто уже занимается усиленно фронтенд-разработкой или кто-то еще, может, только входит в эту сферу? Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого уже есть какой-то опыт и минус, если нет. Хорошо. Значит, сегодня вебинар как раз для вас. А если у кого-то уже есть опыт, можете заварить кофеечко или чаечко, взять котика на ручки и просто еще раз послушать материал, который, возможно, вы уже сами знаете и не раз повторяли. Что ж, давайте тогда приступим, собственно. Вот наш план сегодняшнего вебинара. То есть, мы рассмотрим на нашем вебинаре, что минимальный набор, который необходим для начала. Все это дело мы настроим, тестируем, посмотрим, как это все работает и, собственно, подведем небольшие, так сказать, итоги нашего сегодняшнего вебинара. Итак, перейдем к пункту 1. Что нам необходимо будет? Нам необходима будет среда разработки, английская аббревиатура IDE, что означает интегрированная среда разработки Node.js, NPM и GALP. Давайте посмотрим более подробно, что это такое и с чем его едят. IDE – это интегрированная среда разработки от английского Integrated Development Environment, система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения. Я буду показывать вам сегодня на примере среды разработки под названием WebStorm. У нас в компании используется PHPStorm, так как у нас еще работают и бэкэнды, и фронтэнды. Но я лично использую WebStorm. Далее нам понадобится Node.js. Это программная платформа, основанная на движке V8, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. Но Node.js, применяясь преимущественно на сервере, выполняя роль веб-сервера. Можно сказать, по аналогии с PHP. Но есть возможность разрабатывать на Node.js и дистопные оконные приложения, но это не про нас с вами пока. И, собственно, NPM. Это Node Package Manager, который входит в состав Node.js. Это, собственно, менеджер пакетов, с помощью которого мы с вами будем устанавливать все необходимые для работы модули. И GALP. Это такой Task Manager, сборщик для автоматического выполнения наших задач, который мы будем применять в разработке нашего приложения. Будем объединять несколько файлов, собирать их в нужной директории и так далее. GALP написан на JavaScript. Помимо GALP есть и другие Task Manager, например, Webpack или Grant. Но мы будем рассматривать GALP, так как это, я считаю, наиболее такой простой в освоении. Итак, собственно, можно приступать. На данный момент вопросы какие-нибудь возникли. Если есть, задавайте, отвечу. Если нет никаких вопросов, ставьте плюсик и продолжим. Уже непосредственно к практической части. Так, вижу плюсики. Давайте начинать тогда практическую нашу часть. Для этого я сейчас запущу WebStorm. Векшторм. Поставьте плюсики, если видно, все хорошо. WebStorm отображается. Хорошо. Итак, создаем папочку нашего проекта. Я назвал ее MyWebinar. В WebStorm есть очень много инструментов для разработки. В том числе и терминал, который нам сейчас понадобится. Если вы будете использовать какие-то другие приложения, то терминал вам придется запускать, допустим, в Windows. Это используется командная строка. И не забывайте ее запускать именно от имени администратора, чтобы не возникало проблем с установкой пакетов. В WebStorm таких проблем нет. Здесь ее сразу стартуется от имени администратора. Итак, начнем. Нам нужен в первую очередь будет Node.js. Его мы сможем установить, скачав пакет с сайта разработчика. Сейчас я вам покажу. Сайт Node.js.org. Здесь мы видим две ссылки. В принципе, особой разницы, какую ставить, нет. Я всегда ставлю самую последнюю. Скачивайте дистрибутив, устанавливайте. Все у вас должно пройти хорошо, без всяких проблем. После того, как вы установите, возвращаемся в нашу консоль. И, собственно, можете проверить, как это установилось или нет. Набрав Node с ключом V, мы видим, что Node в версии 6.11.4 у нас стоит. Все в порядке. Проверяем, также установлены ли у нас NPM, также NPMV. 3, 10, 10, все в порядке. Можно продолжать работать. В первую очередь нам понадобится GALP. Собственно, основной на стас менеджер, под которым будем писать задачи и устанавливать нужные нам пакеты. Установка GALP при помощи NPM производится следующим образом. Мы пишем NPM. Можно писать install, либо просто сокращенно i. И пишем название нашего необходимого, в котором моды, хотим установить. На данный случай мы будем устанавливать GALP.js. Установим его глобально сначала, чтобы он был у вас доступен на вашей машине. Для этого мы используем ключ G, что указывает, что мы будем устанавливать глобально. И пишем GALP.js. И здесь указываем, какой версии GALP мы хотим поставить. Чтобы использовать самые последние фишки на воротах GALP, мы будем использовать последнюю версию, которая еще на стадии альфа находится. Это 4.0. Ждем Enter. И у нас должна начаться установка. Но GALP у меня уже глобально установлен. Так что с этим мы заниматься не будем. А нам надо сейчас, собственно, начинать создавать наш проект. Для этого, в первую очередь, нам нужно инициализировать наш проект и создать конфигурационный файл, который будет называться package.json. Чтобы его инициализировать, нам нужно набрать одну команду npm init. Здесь вводим свое имя, любое, которое хотите. Главное, чтобы оно было маленькими буквами. И все по умолчанию нажимаем. Нас спрашивают, все ли хорошо. Пишем «Да». И смотрим, что у нас получилось. Да-да-да. Спасибо за подсказку про ошибку. Но мы дальше еще будем устанавливать. Так что не будем допускать данных ошибок. Открываем package.json. И видим следующее содержимое. Это наша начальная конфигурация проекта. Она будет постепенно дополняться. И впоследствии, когда у нас будет готовый проект, чтобы развернуть его на другой машине, мы можем использовать файл с файлами-исходниками. Просто набрав npm install, нода посмотрит наш конфигурационный файл и развернет все необходимые модули для работы нашего проекта и сборки. Что очень удобно. И чем каждый раз вручную все это устанавливать, собирать и так далее. Так, файл у нас создан конфигурационный. Можно с нашим проектом работать. Что нам нужно для начала. Глобально у нас GALP.js установлен. Нам нужно установить его в проект. Для этого мы пишем уже знакомый командер npm. Но, чтобы GALP у нас записался в конфигурационный файл, нужно использовать следующий ключ. это save.dev и пишем GALP.js 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 версии 4.0 Мы видим, что прошла установка. Дождемся ее. Пока устанавливается, задам вопрос. Пока до этого момента все вам понятно. Не надо для чего повторить. Хорошо, если вопросов нет, дожидаемся и продолжаем. И еще такой момент. Если вдруг по ходу трансляции будут возникать какие-то проблемы со звуком, ставьте в чат, пожалуйста, единички. Если в этот момент у кого-то будет все в порядке со звуком, если вы видите единички, ставьте двоечки, чтобы я мог определить, какова проблема локальная, либо глобальная. То есть у вас одного человека или у всех сразу. То есть единичка, если звук у вас пропал, вдруг кто-то ставит двоечку, соответственно, это на вашей стороне проблема. Так, GALP у нас установился. Мы можем проверить. Набрав GALP с ключом V, смотрим. Ага, локальная версия стоит у нас 4.0.0, альфа 2. Все замечательно. И мы видим, что GALP появился в нашем package.json файле. Что очень хорошо. Можно приступать уже к работе с нашим прелестным сборщиком, task-менеджером GALP. Давайте для начала определимся со структурой нашего приложения. Оно будет состоять у нас из двух папочек основных. Да, кстати, вот появилась папочка NodeModules, в которой хранятся все задействованные, будут храниться все используемые модули. которые мы будем подключать далее. Но такой момент, когда будете транспортировать, так сказать, переносить проекты, или заливать его на GitHub, или в другой какой-то репозиторий, никогда не коммите эту папку, то есть добавляйте ее в Bitignore, чтобы она не захламляла, она в принципе мне не нужна. Вы в любой момент можете развернуть все модули, просто командой npm install. То есть эту папку никуда носить с собой не нужно. И хранить ее где-то еще. Она используется именно для локальной работы. Так, продолжаем. Создаем папочки. Создадим директорию SRC, в которой будут храниться наши исходные файлы. И создадим директорию. Пусть будет build, где будут храниться уже готовые наши построенные файлы. Куда у нас папка подевалась? Ага, я ее вложил нечаянно в SRC, но мы вынесем ее сейчас. Пересоздадим. MyWebinar, New, Victory и Build. Есть у нас две папочки. Build и Source. SRC. В ней мы создадим еще две папки. Пусть будет одна папочка у нас для стилей. Сразу скажу, мы будем использовать с вами препроцессор Post-CSS с расширением файлов P-CSS. И так и, собственно, назовем эту папку, где будут наши файлы стили храниться. Создадим вторую папочку, где будут храниться наши JavaScript файлы. Пусть они будут JS называться. Отлично. Ну, еще можно создать папочку Assets. где будут храниться остальные наши файлы. Например, в ней мы создаем директорию DimG, где будут храниться наши рисунки. ну и создадим в ней HTML файл index.html, который пока нам не нужен, но он дальше нам понадобится. У нас получилась следующая структура, то есть папочка SRC, где хранятся все наши исходные файлы проекта. Здесь JavaScript скрипты, здесь у нас будут храниться файлы стилей, здесь у нас будут лежать картинки, здесь у нас главный, так сказать, из файл index.html. Так, со структурой папок мы разобрались. Давайте, наверное, тогда начнем со стилей. В AppStorm есть такая прекрасная вещь. Сейчас вам покажу в настроечках. Так, 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 плагинс. И в нем уже, то есть по умолчанию подсвечивается только CSS синтаксис, Pkss не поднимается. Мы можем спокойно набрать здесь в поиске пост CSS support и установить необходимый нам плагин, который будет нам корректно подсвечивать наши файлы, то есть синтаксис наших Pkss файлов. У меня он уже установлен. Давайте создадим файл стилей. Убираем файл new style sheet и пишем style и здесь выбираем пост CSS файлов. Окей. Для удобства можно разделить нашу среду на две половинки. То есть слева допустим будем писать код справа стилей. это очень удобно, чтобы не прыгать по вкладкам. И создадим наш стиль какой-нибудь. Допустим, обнулим паддинги и маржины. наполнение и отступы нашего документа. И закроем. У нас есть такой вот файлик. Даже мы сейчас добавим немного пост CSS синтаксиса. Ну допустим давайте создадим какой-нибудь класс у нас. Допустим пусть будет вам first класс и пусть будет у него там у этого класса background ну красненький 00 и чтобы продемонстрировать сам синтаксис мы еще создадим следующий класс который будет основан на этом. Допустим first класс active и у него пусть будет border даже не так делаем сразу чтобы нам автоматом прописал дефолтные значения борды родные пиксель черненький то есть вот этот конструкция нам говорит что этот класс будет называться first класс двойной подчерки active это это и есть у нас пост касс синтаксис который очень удобен в написании скажем допустим по методологии бэм где используется блок элемент модификатор который допустим вот этот у нас главный блок это элемент в этом блоке и есть еще третий уровень это модификатор в бэм он отображает записывается так допустим пусть будет он он и пусть будет у него power 0 то есть в идеале у нас должно после обработки нашим taskmenager создаться css файл на выходе с тремя классами то есть первый класс будет first class потом first class active и третьей first class active phone но сейчас этого ничего не происходит так как у нас не написаны соответствующие задачи и не установлены необходимые модули для этого нам нужно установить собственно галп пост ксс устанавливается он аналогичным способом также через mpn 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 i save ms of mpn 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 Установка у нас пошла. Так, все прекрасно установилось, ошибок у нас не возникло. Теперь нам надо как-то задействовать наш пост-ксс в рабочий. Для этого нам надо настроить наш галп. Чтобы настраивать галп, нам необходимо создать конфигурационный файл. Создается он в корне проекта, там же где у нас лежит package.json. Это будет javascript файл. И называться он будет галп файл. Галп файл. Нажимаем ok. Ой, говорю одно дело другое. Переносим в корень. Прошу меня простить. Открываем. Открылся он здесь. Переносим сюда. У нас сейчас пустой. Давайте создадим наш первый таз в галпе. Чтобы проверить работает ли он или нет. Для этого мы напишем, подключим наш галп. Для этого пишем. Я когда забыл напомнить, что будем мы писать код по стандарту E6. То есть это новый стандарт. Чтобы как раз и продемонстрировать работу одного из наших следующих модулей, которые мы будем рассматривать. Это бабель, который будет интерпретировать наш код нового стандарта. Код старого стандарта, чтобы обеспечить обратную совместимость со старыми браузерами. Чтобы у нас не было никаких ошибок. Так, значит галп подключаем. Галп равно реку. И здесь указываем галп. Так, мы указываем, что мы подключили. И теперь давайте создадим какой-нибудь пробный таз. Например, выведем hello. Hello, галп. Например. Задачи в галпе создаются следующим образом. Пишется галп.таск. Далее скобочки. И в скобочках указываем наше имя нашего тазка. Пусть он называется hello. И указываем, собственно, что в этой задаче будет выполняться. Пишем в function. В такой момент, что задача конструкция должна обязательно что-нибудь вернуть. То есть, какой-то результат. Для этого мы пишем return. Если до терма не поставим, у нас просто может скрипт подвиснуть или выдать ошибку. И выводим в консоль. Hello, галп. Вот так мы создали нашу первую задачу в галпе. Давайте проверим, как она работает. Для этого, чтобы запустить задачу, мы пишем галп и имя задачи. Hello. Ага. Где-то мы с вами ошиблись. Галп-таск. Hello. Return. Так. так 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 давайте разбираться что у нас не так как раз то что я сказал он сейчас и говорит что задача якобы не завершена так может так произошло ну допустим а ну-ка давайте проверим еще галдифа а задача он все прекрасно видит так ладно с этим позже разберемся чтобы не затягивать давайте перейдем собственно подключим наш пост ксс чтобы не останавливаться на этом также по аналогии мы создадим так обзовем перемен пост ксс require и пишем galp подключили пост ксс теперь давайте напишем задачу под него чтобы он файлы из пост ксс переносил уже папку с билдом то есть папочку билд для этого мы пишем наш таск galp . так назовем его наш таск пусть будет с с а да анкшен также пищем ритерн и указываем где наши файлы собственно откуда будут брать файлы и куда они будут переноситься то есть то есть пишем galp точка src и здесь мы уже указываем директорию где лежат будут лежать да и сейчас они уже лежат наши пост ксс пайл то есть от корневой папочки мы идем в папочку src смотрим в папку pkss и в ней мы будем смотреть во все папки и искать все файлы с расширением pkss после того как эти файлы у нас находятся далее передаем обработку этих файлов собственно самому пост ксс обработчику для этого пишем пайп пост ксс а после того как обработка завершится нам необходимо результат полученный то есть обработанные файлы положить уже непосредственно в нашу папочку build для этого также пишем пайп и уже пишем не galp src а galp точка best galp best и указываем здесь директорию куда все это будет собираться то есть это build css вот такая вот в принципе не сложная задачка у нас получилась еще раз пройдемся потому что здесь происходит мы создали задачу css которая при запуске проверяет все папки и файлы с расширением pkss преобразуется нашим обработчиком и складывается все это в папочку build css давайте попробуем запустить задачу galp css итак итак мы можем заметить что у нас вывалились ошибки дело в том что галп господ галп пост ксс для корректной работы требует еще несколько дополнительных модулей модулей который мы сейчас с вами установим то есть можно задать вот пост ксс сюда передать параметры если не передать никаких параметров для обработки мы просто на выходе получим собственно тот же файл стайл пост ксс только он перенесется у нас в build то есть никаких преобразований не произойдет но чтобы этого избежать установим дополнительные еще несколько модулей это будет автопрефиксер css next и prepss устанавливается таким же способом через npm 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 И так далее. Так, автопрефиксер установился. Далее установим CSS Next. Аналогично. Аналогично. Так, скажу сразу, для чего я это делаю. То есть, данный модуль будет автоматически подставлять префиксы в нашей стиле, чтобы более старые браузеры смогли понимать новые какие-то CSS-свойства. И, возможно, вы замечали в CSS-файлах, что к одному и тому же свойству еще дописываются там mos, mozilla и так далее префиксы. То есть, это как раз те самые префиксы, которые указывают, как данные свойства CSS будут работать в том или ином браузере. Ну и CSS Next и Pre-KSS будут обеспечивать нам корректное преобразование нового синтаксиса в понятный добротный CSS-код, который будут понимать все браузеры. Так, CSS Next установился и ставим последний. Ой, Dev. Pre-KSS. Так, все необходимые дополнительные для пост-ксс модули у нас установились. Давайте теперь их подключим и внесем соответствующие вправки в наш конфигурационный файл. Так, давайте подключим к порядку. Чтобы нам не 50 раз написать одно и то же, допустим, в WebStorm предусмотрено такой ходки, как Ctrl-D, который дублирует строку. И мы можем исправить то, что нам необходимо. Первое, это у нас будет, подключим Auto Prefixer, Prefixer и, собственно, Auto Prefixer. Аналогично подключаем CSS Next и Prefixer. И еще один лайфхак, как, допустим, в WebStorm выделить несколько элементов при этом и одновременно их изменить. Допустим, этот, этот и этот. Мы выделяем один, потом зажимаем Alt, выбираем этот, 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 допустим. И спокойно пишем, и все это одновременно будет изменяться. Это очень удобно для редактирования сразу нескольких текстовых блоков или переименований, нескольких переменных и так далее. Так, продолжим настраивать. Мы подключили необходимые нам дополнительные модули. Теперь модифицируем наш task по CSS. Для этого мы создадим константу. Назовем его Processor. И укажем, в ней перечислим массивчиком, собственно, все наши модули. AutoPrefixer, CSSNext и Pre-KSS. Отлично. У нас уже готовы константа, в которой хранятся, собственно, необходимые для работы дополнительные модули для PostKSS. Теперь скажем нашему PostKSS, чтобы он использовал эти модули. Для этого просто передаем константу Processor и смотрим, что у нас в итоге получится в выполнении задачи. Галп? Вот что происходит. Я переусердствовал и убил сам Галп. гениально перестарался немножко давайте вернем наш гал наш виновник сегодняшнего торжества и повторим как мы видим нашу задачу успешно выполнить и проверим содержимое папочки билд смотрим появился составил css но 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 мы замечаем что ставил у нас не стал css а так и остался пксс посмотрим его содержим но при этом у нас стиле преобразовались как я и говорил создалось 4 стиля понятным css который может прочитать любой браузер и создался класс потом создался второй класс и создался третий класс но как же нам собственно сделать так чтобы был файл пксс а все сет эту ошибочку можно исправить следующим образом но нам надо собственно установить следующий он называется голдест который мы укажем конфигурацию собственно как этот файл должен будет впоследствии сохраняться для этого мы также прибегнем к нпм инсталл собственно все будет так устанавливаться нпм ай так пишем что цепь и пишем голдест он и Галбест у нас остановился, теперь давайте его подключим и сделаем соответствующие поправки, так же мы делаем, и нам нужно наш галбест подключить, пусть будет здесь перемена называться просто тест, здесь галбест, теперь нам нужно модифицировать вот эту строчку, сейчас у нас просто берутся файлы из этой папочки, преобразовываются в читабельный для браузера и кладутся в build css с тем же расширением, что оно есть, то есть pkss, если бы мы использовали обычные стили, писали бы css просто исходным, то в принципе эти манипуляции были бы лишними, но так как мы используем припроцессор, аналогично можно не только по css и другие припроцессоры использовать, нам нужно указать явно, с каким расширением сохранять наши файлы. Так, для этого пишем следующее. Так, 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 процессор, так, все хорошо, галбест, build css, тоже все хорошо. Немного подправим здесь, пусть будет эта у нас корневая папочка, куда будет все складываться, а здесь мы сделаем следующее, укажем, здесь нам галб не нужен, потому что это другая задача, вот она назначена на деск, укажем папку css, то есть еще раз объясню, в эту папку наш галбест будет складывать все, что обработается здесь, то есть нам придет пксс файл, передастся обработка сюда, а галбест нас уже обработает, и обработанный результат положит в папку css. Но как же он поймет, что надо именно файл сохранять с расширением css? Для этого мы укажем в настройках следующий, они прописываются в фигурных скобочках, и пишем text, и указываем наше расширение css. Сохраняем, и попробуем собрать. Смотрим, что появилось в папке css. Отлично. У нас есть необходимый файл с нужным расширением, который мы можем спокойно подключать наш html файл. Давайте его сразу подключим, чтобы не забыть. Хотя у нас файл еще не переносится, и отсюда. Ну, давайте все равно подключим. Link. Ставим щит. И укажем папку. Так, у нас, в принципе, без разницы, где подключать уже. Так как мы разрабатываем, то нам, соответственно, надо все файлы подключать именно в папки source, а не уже в забилженном варианте. Так, значит, у нас все файлы лежат в папке source. Соответственно, примем эту папочку за нашу главную папочку. И css. Style.css. Мы видим, что у нас происходит сейчас подсвечивание некорректной пути. И, чтобы от этого избавиться, мы просто нажмем на build правой кнопочкой и пометим директорию как source root. И мы видим, что ошибка исчезла. То есть, теперь при подключении он будет смотреть не относительно того места, где лежит, сейчас это assets. В ней мы видим, что нет папки css. А относительно уже забилженного варианта. То есть, в ней папка css. И смотрят уже сюда. Все прекрасно. Все подключилось. Ошибок нет. Что ж, мы уже подключили и настроили пост ксс для работы со стилем. Далее у нас будет работа с джаваскриптом. Так, сколько у нас прошло почти час времени. Ребят, как вы смотрите насчет перерыва? Плюс, если за перерыв. Минус, если мы можем продолжать дальше. Буквально 5-10 минут. Прием-прием. Что-то тишина наступила. Раз-раз, меня слышно. Вроде слышно. Хорошо. Я спрашивал про перерывы. Будем делать перерыв на 5 минут или 10? Так, вижу плюсики, как понимаю, за перерывчик. Тогда давайте прервемся ненадолго. Нальем чайку, кофейку. Может быть, даже кто-то успеет бутербродик съесть. Сейчас 16.04. Давайте 10 минут. В 16.14 мы с вами продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Так, хорошо, тогда продолжим. С css мы разобрались, теперь перейдем к другому неотъемному моменту фронт-энд разработки, это собственно сборки .js файлов. На .js у нас пишется львиная доля всей логики на фронте, соответственно это мы обойти тоже никак не можем. А чтобы предусмотреть новый формат, то есть стандарт, точнее ES6 ECMAS Clip 2015, до этого нам нужен будет, нужно будет использовать Babel, Babel Core, GalBabel, Babel Preset, чтобы у нас корректно код перегонялся из нового формата, формат который бы понимали все остальные браузеры, которые не поддерживают новый стандарт. Начнем собственно с установки Babel. Для этого также пишем наш уже до боли знакомый NPM install, также savedev и Babel Core. Установка всех этих модулей может занять довольно таки немалое время, от одной до двух минут. Давайте пока это все устанавливается. Есть ли у кого какие-то вопросы к текущему моменту, потому что мы уже сделали. Если есть, то я еще раз повторю, покажу, объясню. Продолжение следует... Продолжение следует... Вижу вопросов нет. В принципе, это даже может быть и хорошо. Значит, пока все понятно. В любом случае, если что-то будет по окончании вебинара, кому-то непонятно или что-то непонятно до конца, или останутся какие-то вопросы, или вы захотите задать еще какие-то дополнительные вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне на Geekbrains в личку. Всегда буду рад ответить на любой вопрос. Собственно, чтобы не терять время, пока все это будет у нас потихонечку ставится, мы уже заранее тогда создадим какой-нибудь JS-файлик, в котором мы уже по новому стандарту что-нибудь, что-нибудь такое интересненькое напишем. Главное не замудренное, но при этом в новом стандарте. А вот у нас и установился бабель. Так, создаем скрипт. Тут мы скажем устанавливать дальше. Дальше нам понадобится галп-дебель, бабель-бабель. Также пишем NPA, iSafeDev и галп-бабель. Бабель-ресет N. Проверяем, не ошиблись ли мы. SetDev, callBabel. Ага, бабель-плесет. Все, окей. Устанавливаем. Давайте для демонстрации создадим, пока мы будем просто проверять, как у нас интерпретируется новый стандарт ES6 при помощи бабеля. Для этого мы напишем простенькую функцию, назовем hello, которая будет принимать аргумент name. И, собственно, давайте зададим сразу ему значение по умолчанию, если ему ничего, передавать в эту функцию не будем. Пусть оно будет у нас NA. Ага. 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 Странно, почему не хочет воспринимать. Name, name, name. И здесь у нас просто будет возвращать в консоль то имя, которое мы передадим. нужно возвращать, даже не через консоль, а чтобы наглядно было через такую конструкцию. Скобочки, точнее, кавычки обратные. И в них мы пропишем собственно hello, текстовая наша часть, которая не будет изменяться. И укажем имя, которое мы будем передавать. Это будет у нас собственно есть. Name приходит. Для этого используем следующую конструкцию. Вот, простите. Следующую конструкцию мне будет name. Как я понимаю, просто да-да-да, верно, поэтому подсвечивалось. Это он ругается, что сейчас он проверяет синтаксис по старому стандарту. Чтобы это исправить, нам надо зайти в настройки WebStorm. Бла-бла-бла. Languages. JavaScript. И выбрать новый стандарт. Применяем. О, все прекрасно. Теперь у нас ничего не подсвечивается, и тогда он здесь не должен заругаться. Да, все прекрасно работает. По умолчанию у нас будет значение следующее. Так, скажите, есть ли какие-нибудь помехи сейчас в эфире у меня? Плюс, если есть, минус, если все хорошо. Ох, коты, коты мои. Так, ладно, продолжаем. Мы видим, что все установилось, как я не договорил про функцию. Здесь, значит, мы указали значение по умолчанию, то есть переменный name у нас будет, если ничего не передано, сохранится вот это значение. А если мы что-то передадим, то подставится переданное значение. Давайте напишем, чтобы результат этой функции выводился в консоль. консоль точка log и, собственно, наша функция hello и пусть будет какой-нибудь там заданный. Так, пока у нас ничего не настроено, у нас ничего не будет перегоняться. Собственно, давайте настроим теперь наш бабель и галп для обработки наших JS файлов. Для этого нам, как обычно, нужно будет подключить бабель. Это у нас будет переменная бабель. Здесь будет галп бабель. Главное не ошибиться. Вот уже ошибаюсь. Так, подключили и создаем task. Галп task Так, давайте добавим JS, который будет задача нас заниматься сборкой JS файлов наших. И давайте опишем, что мы будем с нашими JS делать. Для этого мы для начала указываем, Собственно, где мы будем наши файлы брать. Для этого уже знакомо. Конструкцию применим. Галп SRC. И укажем путь, где хранятся наши JS файлы. Это будет src.js. Ну и пусть также будут смотреть все папки и все файлы с рассверением JS. После этого, как файлы необходимы у нас найдены, нам нужно передать, собственно, обработку их нашему бабелю. Пишем следующее. Пайп. Бабель. И указываем параметры, с которыми запускать будем. сердце. После того, как бабель у нас отработает, нам необходимо все эти файлы положить в нужную нам директорию. Для этого также пишем py galp dest. и указываем директорию. У нас это будет build.js. Все мы вроде настроили. Давайте теперь проверим. Создали task с названием JS. Бабель у нас подключен. И момент истины. galp.js. Что-то призадумался. Да, 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 да. Вода. ИАН ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА все прекрасно работала давайте проверим у нас создалась папочка джесс а теперь давайте сравним тот файл что у нас был написан по стандарту из 6 и что у нас получилось мы видим что файл преобразован стандарт из 5 то есть уже внутри у нас допустим конструкция с кавычками обратно преобразовалась следующий вид и здесь у нас происходит задание перемены по умолчанию при функции все прекрасно работает этот код будет читаться можно сказать во всех почти браузер в отличие от нашего исходного этот момент вам понятен плюсик есть а да ну надеюсь туда если что всегда можете задать вопрос так давайте продолжим с джесками мы с вами разобрались перейдем к следующему моменту ворот при разработке собственно приложений нередко да можно сказать почти всегда у нас накапливается очень много кода и мы разбиваем его на несколько файлов которые отвечают за какую-то одну часть во время разработки то есть такой же у нас есть джеска валидатор джеска который собирает шаблон там джеска которые там допустим шлет а я к запросу все это у нас разбито по модулям и в конце нам надо все это собрать в один файл который мы собственно и будем подключать к нашему главному чтим и павел конечно же неудобно каждый раз прибегать к сборке отдельных файлов потом каждый этот файл еще подключить отдельно в html и и потом уже пользоваться это крайне неудобный и занимает очень много времени логично конечно весь этот процесс автоматизировать чтобы далее уже не отвлекаться в этом нам поможет очередной модуль называется он галконка которая объединяет файлы в один и уже можно сказать его мы будем переносить то есть на данный момент если мы создадим несколько файлов джесок и запустим наш task.js он просто обработает все файлы и каждый файл положит папочку джерс а мы сделаем так чтобы он обрабатывал все файлы и и собирал их допустим файл мэйн джес который мы далее будем уже подключать непосредственно нашему чтим и павел давайте пока создадим второй файл джес папочки с рц секунд джес файл ну и просто для демонстрации какой нибудь выведем что-нибудь в консоль холлоу ворлд сохраним а теперь перейдем установки и настройки необходимого мод также пишем нп ай сэй д галк конкат и ждем установки сэй джес ẫn Наш модуль установился. Теперь будем настраивать GALP файл. Подключаем. Теперь, после того как бабель отработает, перед тем как положить файл, мы все эти обработанные файлы соберем в один. Для этого дополним нашу задачу JS. Пропишем concat и укажем какой файл мы будем все это собирать. Это будет main.js. Сохраняем и попробуем снова запустить GALP.js. Все отработало. Давайте проверим, что у нас получилось на выходе. Вот мы видим наш файлик, который собрался из двух. Открываем и мы можем увидеть содержимое первого и содержимое второго файла. Все прекрасно работает. Это то, что мы и хотели получить в итоге. Мы с вами на данный момент разобрали две таких основных задачи фундаментальных, которые используются во время работы во фронт-энд разработке. То есть каждый раз используется куча-куча CSS и JS файлов, которые нужно каждый раз, грубо говоря, компилировать, собирать и собирать все это в одном месте. И не плодить миллион подключаемых файлов, а все, чтобы это сводилось к подключению двух файлов. Это стилей, который ставил CSS и main.js, где собрана, собственно, вся наша логика. Но запускать все это вручную, даже при помощи галпа, это, конечно же, каждый раз неудобно, когда мы пишем приложение. Для этого надо тогда написать автоматизированный таск, который все это будет делать за нас. И в то же время надо учесть такой момент, что перед каждой сборкой у нас тогда будет очищаться директория, чтобы у нас почистились какие-нибудь левые файлы, которые, допустим, мы там что-то изменили, оно уже не нужно, но при этом оно там продолжает лежать. То есть такого быть не должно. Для такого случая мы с вами установим простенький модуль, в которых пруд-пруди, выбирай на любой вкус. Но я использую Dell. Также мы его установим. SaveDepth. Dell. Так, ошибочка. Опечаточка. npa.i.sadef.l О, господи. npm. npm. Ждем. npm. 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 будет сразу и собирать все и чистить директорию сборки и все складывать на нужные нам места так давайте напишем сначала галтаск на очистку нашей вами рабочей директории точнее на директории сборки пусть она так и будет называться дел ну или даже чтобы от слова клея очистка он шон так тогда нам живут как подключить подключаем и квадел и теперь мы можем спокойно использовать для этого продолжаем писать наш task он будет всего лишь из одной строчки return дел и указать надо здесь собственно директорию которого он будет чистить а это будет директория бил и в ней мы будем очищать все файлы давайте проверим работает она у нас галт клэр и проверяем что произошло с нашей папкой бил она стала пустая отлично этого мы с вами добивались теперь если мы в последующий будем запускать gs сборку или css там создадутся нужные папки и скопируется новый файл давайте теперь напишем task которая у нас будет переносить оставшиеся файлы которые не нужно нам собирать что-либо с ними делать вырабатывать а который просто нужно перенести так как они есть ну конечно в будущем можно использовать какие-нибудь дополнительные тоже модули для оптимизации html или картинок и мэг допустим как их обрабатывать такие плавины тоже имеются но мы этого пока делать не будем мы рассматриваем базовые функции и базовые таски пишем это все будет уже по мере вашей необходимости пишем галт таск давайте обзовем этот таск асет панк шин и он будет у нас смотреть директорию асет и все содержимое переносить бил для этого мы пишем return указываем директорию директорию асет и дергаем оттуда все со всей вложенности и собственно указываем куда мы все это будем складировать и директорию это будет директория был проверяем проверяем галтаск асет смотрим срц асет все уложены файлы и папки и переносим build проверяем галтаск асет галтаск асет смотрим папочку build да у нас перенеслась папочка имиджи и индексуруем файл отлично то что нам нужно теперь мы подошли к самому интересному то есть сейчас мы запускаем все это каждый раз если мы что-то изменили каждый раз пишем галт джиэс галт клея галтаск асет так далее то есть я задача мы запускаем вручную при каждом изменить ну или комплексе изменений нам хотелось бы в идеале чтобы все это происходило автоматически то есть если мы что-то где-то изменили галт это все увидел сам все пересобрал сам все перенес а мы только посмотрели уже готовый результат то есть не отвлекались на это и вещи занимались исключительно только за разработкой не отвлекаясь на это в галт и есть очень интересная вещь которая называется watch и мы сейчас применим то есть галт у нас будет следить за указанными файлами и в случае их изменения он обновить нашу сборочку никаких пока модуле дополнительных мы ставить не будем а просто напишем наш в очерк галт . task обзоренную муч и пишем что у нас будет делать так как у нас изменяется в основном только gs и pkss файлы то мы укажем эти папки в которых лежат эти файлы чтобы галт у нас туда смотрел и отслеживал изменения в них пишем галт . watch и указываем нужную директорию src pkss все файлы в этой папке точнее все папки вложены тоже и все файлы с расширением pkss но нам нужно не только отслеживать но и еще что-то с ними делать чтобы нам что-то с ними сделать нам надо это указать для этого используем следующую запись galp series начать что series используется series и паралл используется только в новой версии галпа 40 и выше который означает что задачи выполняется либо последовательно series то есть одна за другой как мы будем указывать или параллел то есть параллельно сразу несколько задач буду запускаться в данном случае нам нужно запустить одну последовательную задачу пишем galp series и указываем ее название это у нас будет css задача css также аналогично мы пропишем и для gs файл и для gs файл gs src gs все файлики у нас идут запускаем gs можно проверить и запустить эту задачечку как она будет работать мы видим что watcher у нас запустился и начинает следить то есть завершение происходит он так и будет продолжать у нас висеть давайте попробуем что-либо изменить в каком-либо из файлов допустим напишем еще одну строчку gs коде и сохраним и у нас происходит пересборочка проверим отлично файл пересобрался то что нам нужно аналогично проверим допустим давайте создадим еще один класс second класс bd и посмотрим что произойдет отлично пересобрался css файл все прекрасно работает но давайте немного теперь модифицирую нашу задачу и сделаем еще дополнительный один task который будет будет предварительно собирать наш проект и запускать наш watcher так вот чем пока остановим сочетание клавиш control c пишем новый task пусть будет называться назовем его db так а мы по ходу будем собирать значит окне сначала напишем другой build который у нас будет собирать это дело а потом уже запускать наш watcher here пъект джэл 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 то есть нам нужен будет галп-сириз и в нем уже опишем что мы будем запускать первое то клея то есть очищать директории будем далее напишем следующий галп параллел то есть почему параллельно потому что это несколько задач которых можно одновременно запускать и они никак друг другу не помешают то есть они используют результат друг друга имеет смысл чтобы сэкономить время сборки сделать это параллельно то есть мы запускаем параллельно css сборку gs сборку и перенос файлов которые у нас никак никак особо ничего мы с ними не делаем при помощи галпа просто переносим это наш оси наша задача бил готова и теперь мы запишем задачу которая собственно будет делать билд и запускать наш в очерк пишем галп . таск назовем мы и деф как я уже ранее хотел обозвать предыдущую задачу галп-сириас и последовательно запускаем сначала билд и когда у нас все собралось запускаем вот это пропустил букву пай теперь у нас при выполнении задачи дэв у нас будет происходить сборка проекта который у нас будет очищать директорию преобразовывать нужные файлы переносить оставшиеся и запускать вотчер который будет следить за изменениями наших файлов давайте проверим все отлично мы видим что у нас сначала очистилась директория потом стартанули процессы сборки gs и css файлов параллельно перенеслись файлы из папки assets сборка завершилась и запустился в очередь давайте проверим что у нас теперь лежит папочки бил у нас все прекрасно лежат все файлы теперь попробуем что-либо изменить здесь и сохранить наш в очередь видит что изменение произошли в css файле тут же пересобирая тут же кладет новую версию css файла сюда и мы видим содержимое которое соответствует данным содержимым все прекрасно это то чего мы хотели это что нам очень будет сильно помогать процессе разработки но и тут у нас все не идеально нам теперь вроде бы все прекрасно работает все собирается думать обучено и сборки не приходится но остался один момент нам нужно все это смотреть в браузере и кому-то может быть лень в том числе и мне каждый раз тыкать f5 или control r в браузере а то и в нескольких чтобы увидеть произведенные изменения тогда к нам на помощь приколит прекрасный модуль который называется браузер си это очень такая интересная штука которая будет у нас обновлять окно браузера если у нас что-либо изменилось процессе сборки то есть после того как у нас произошла сборка запустился в очереди мы что-либо изменя в каком-либо из файлов наш браузер синк это увидит и тут же обновить страницу есть у нас будет несколько браузеров то он обновит этот нескольких браузер а если мы еще будем где-то в каком-то браузере скролить до нужного места у нас допустим открыто три браузера то этот же скроллинг будет передаваться в другие браузеры то есть это будет очень удобно в процессе отладки на несколько браузера допустим очень мощная штука и очень хорошо помогает это будет на сегодня у нас последний момент который мы рассмотрим собственно после этого можно будет данные конфигурации уже просто изменять под ваши нужды добавляя что-то новое что-то удалять и использовать и ни о чем не беспокоиться так давайте остановим наш ботчер и установим браузер синк для этого мы также пишем м и м ай сейв дэв браузер это можно сказать небольшой бонус сегодня от меня так как я хотел остановиться на предыдущем моменте но решил добавить и вопрос про браузер синк так проверяем мпм ай сэйв дэв браузер синк давайте установим его да дэв браузер синк на дэв браузер не но пока он становится я начну уже писать задачу зовем ее браузер sync браузер sync модуль подключили и пишем task так обзовем ее как сервер так как у нас будет подниматься виртуальный сервер который будет доступен по адресу localhost с портом по умолчанию 3000 и давайте опишем конфигурацию нашего сервера для этого так прошу прощения забыл один момент без которого у нас ничего не заработал здесь нужно прописать create так пишем браузер sync точка и нет и передаем конфигурации сервер и в нем указываем базовую территорию то есть куда у нас будет сервер смотреть base dir у нас это будет папка build папочка build и тут главное нам указать индекс файл потому что если мы не укажем индекс файл у нас будет сервер пытаться найти еще и php сервер который у нас не установим и принципе для фронта он нам не нужен и будет у нас вываливаться ошибка по типу can get или что-то в этом духе точно уже не помню для этого укажем что нам нужно статичный сервер без всякого php и прочей мишуры для этого пишем индекс и указываем на какой файл мы будем смотреть это будет индекс . html собственно сервер мы с вами сконфигурировали давайте посмотрим как он работает сейчас при запуске должно открыться окно браузера с нашим новым сервером галл сервер запускаем так у нас сервер благополучно взлетел давайте мы сейчас что-нибудь напишем здесь в нашем индекс файле так все прекрасно вот он индекс индекс div ну и напишем здесь hello world hello world давайте еще навесим какой-нибудь класс ну и пусть будет также класс hello давайте его здесь же опишем hello и пусть будет он сайт с у нас 40 пикселей и фон колор давайте пусть будет света лайма давайте мы сейчас откроем браузер и посмотрим что у нас произойдет если мы откроем localhost как мы видим ничего не произошло потому что сервер запущен а новые файлы у нас не собраны что же делать даже если мы сейчас обновим у нас пустая страничка для этого нам надо просто немножечко модифицировать наш сборщик давайте остановим сервер перейдем к нашему галфайлу перейдем к нашему галфайлу перейдем к нашему галфайлу также один момент нам нужно еще добавить чтобы наш watcher следил за изменениями еще и в индекс файле то есть почти мл давайте сразу этот момент оговорим добавим его ну вот сюда же поток gs создадим задачу точнее для переноса отдельных системных файлов галфтаск пусть она будет называться html html function return Укажем где у нас лежат html файлы, лежат они у нас src-assets.html и все это у нас будет переноситься в галтест в билд. Задача для переноса html у нас создана и давайте допилим нашу девку, тут один момент, мы будем использовать сервер, его надо перенести выше, чтобы он был объявлен раньше. Иначе просто наш дев не увидит наш task-сервер. Здесь у нас будут запускаться также build, но при этом в параллель к watch мы еще запустим сервер. Для этого здесь мы напишем так galp parallel watch серп и скобочка. теперь если посмотреть внимательно на эту запись, у нас сработает сборка, соберется наш проект. Далее параллельно у нас запустится и watcher и сервер. но теперь нам надо еще чтобы сервер обновлялся в зависимости от того будут изменены файлы или нет, нужно произвести некоторые модификации, а именно добавим здесь еще нашу задачку html. src assets и все файлы html. html и задача html. Проверяем. В очереди теперь у нас отслеживаются и файлы стилей, gs и мы добавили html. Собственно все у нас должно сейчас прекрасно заработать. Для этого достаточно запустить наш galp dev и проверить. отлично, ошибок не было. Давайте посмотрим что у нас выпало в консоль. здесь мы видим что у нас запустилась главная задача df, в которую входит build, который нам строить все. Дальше собирается, то есть очищается территория, собираются наши файлы, переносится все остальные файлы. Сборщик наш завершает работу и запускает параллельно watcher и сервер. Сейчас продемонстрирую работу сервера в браузере. Убновимся. И вот мы видим что подключился браузер sync. И мы уже видим что здесь написано hello world. Давайте попробуем что-нибудь изменить. Допустим сделаем свет у надписи файлы. Пусть будет черный. Пусть будет черный. Ну а шрифт пусть, ну шрифт пусть станет еще больше. 60 пикселей. Смотрим что произойдет. У нас все пересобралось. И если мы теперь взглянем на браузер. что у нас стал. Hello world надпись стала черного цвета и большим шрифтом. Это собственно все что мы и хотели сегодня добиться. подведя итог. Можно подытожить наше сегодняшнее занятие тем что мы научили с нуля абсолютно с нуля создавать сборку. обрабатывать CSS файлы, обрабатывать JS файлы. Даже если наши JS написаны в новом ES6 формате, они все преобразуются успешно у нас в старый формат, который воспринимается большинством браузеров. И у нас не будет проблем с этим. Аналогичный вопрос у нас решен с CSS. Мы можем любить использовать любой припроцессор. Будь то SASS, будь то лес, либо стилус, либо еще что-то на ваш вкус. И собственно все оставшиеся файлы мы также успешно научились перегонять в нужной нам папочке. У нас с вами построен сборщик, который запускает вебсервер статичный, который у нас отслеживает изменения во всех файлах, которые мы производим. И производит все необходимые действия для корректной сборки и обновляет все данные в браузер. А если в браузер запущен не один, а два, три или четыре. Chrome, Safari, Firefox и так далее. Плюс еще может быть у кого-то Explorer. Все это будет синхронизировано, все это будет обновляться и все действия будут повторяться во всех браузерах. Что очень удобно для отладки той же верстки или какого-либо функционала во время разработки. Надеюсь мой урок был полезен. Вы почерпнули много информации. Может для кого-то это уже было и знакомо, а для кого-то и в новинку. И хотел бы узнать, остались ли у кого-то какие-либо вопросы на данный момент. Если есть, поставьте плюсик, пожалуйста, и начинайте писать. Вижу вопросов нету. Тогда спасибо всем, что уделили время в выходной день и прослушали мой вебинар. Всем спасибо, буду рад видеть на следующих своих вебинарах. Если у вас будут какие-то вопросы, всегда можете обратиться ко мне в личку на Geekbrains. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, дам какие-либо советы. Всех был рад видеть. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok